Как ухаживать и жить рядом с больным человеком? Что делать, если пожилой родственник страдает деменцией? Чем помочь ему? Как сохраниться самому от эмоционального выгорания? Об этом говорили на вечере встречи в рамках презентации книги «Жизнь рядом. Как помочь близким с деменцией и как помочь себе» издательства Никея. Подробности в материале из Санкт-Петербурга. Вышла в свет новая книга издательства Никея «Жизнь рядом. Как помочь близким с деменцией и как помочь себе». В Северной столице состоялась и ее презентация. Один из гостей вечера, он же и автор предисловия, декан факультета психологии Православного института Святого Иоанна Богослова Российского православного университета, священник Петр Коломейцев. Эта книга, она действительно явилась таким ответом для тех людей, которые иногда приходят в полное отчаяние. Приходят на исповедь и говорят, ну вот как жить дальше, не знаю, просто не могу, сил нет. И эта книга, она со всех сторон раскрывает эту проблему. Вот с такой духовной стороны, со стороны психологической и со стороны профессиональной, психиатрической, такой геронтологической. Протеерей Михаил Браверман – автор нескольких книг о вере. В этом издании выступил соавтором. Ему близка тема деменции. Он 8 лет нес служение священника в одном из хосписов Санкт-Петербурга. Мы христиане и мы понимаем, что Господь всюду, Господь в жизни, Господь в смерти, Господь в том числе и в болезни. Именно через болезнь, через осознание смерти, человек понимает свое истинное предназначение, что в конце концов у нас не останется даже жизни. Специально приехала на встречу из Москвы Анна Симкина. Она – редактор издательства «Никея». Отметила, что несмотря на страдания и боль, сопутствующие такому недугу, как деменция, испытания эти могут много дать в духовном росте. Что мы можем сделать для наших старичков с тем, чтобы их старость была достойной? Что мы можем сделать для себя, чтобы не впадать, не терять собственные силы, не терять сами себя рядом с таким тяжелым, безусловно, разрушением личности, которое вызывает деменция? И мы хотели, конечно, показать какой-то жизнеутверждающий светлый смысл, перейти на какую-то новую ступеньку в своем каком-то собственном внутреннем развитии, в том числе духовном. Эта книга поможет и поддержит ухаживающих за людьми, страдающих деменцией. Здесь можно найти советы, рекомендации, нужные адреса, показаны яркие примеры из жизни. После выступления у слушателей была возможность задать вопросы. Закончилась презентация автограф с осей.